Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе, добрейшее, прекраснейшее утро! И мы начинаем наш традиционнейший урок. Добрейшее, прекраснейшее утро. И мы начинаем наш традиционный урок. Добрейшее, прекраснейшее утро. Все, вот сейчас не двоится, правильно? Все, сейчас не двоится. Итак, дорогие друзья, все, урок проходит у нас на странице в Инстаграме. Должен проходить и на странице в Фейсбуке. Но на Фейсбуке проходит, а на Инстаграме почему-то не проходит. Но мы попробуем сейчас еще раз, и тогда он пройдет. Проверка соединения. В жизни действует закон Парета. Но его создал не Парета, его создал Всевышний, а Парета только его сформулировал. Он обнаружил, что все делится в жизни примерно на 20 на 80 процентов. То есть есть 20 процентов чего-то как основного и 80 процентов дополнительного. И из этого следует, что 20 процентов действий приносит 80 процентов результатов. И из этого следует, что 80 процентов действий приносит 20 процентов результатов. Поэтому если не получилось первого раза, надо делать второй. Не получилось со второго, надо делать третий. Не получилось третьего, надо делать четвертый. И знать, что с пятого по закону Парета должно получиться. Понятно, да? А в божественной реальности мы это видим по очень хорошему примеру, как стал мудрецом Раби Атива. Был великий такой мудрец Раби Атива, он жил 2000 лет назад. И как он стал мудрецом? Знаете, он в 40 лет был пастухом, был пастухом, и шел он с овцами. А до этого он несколько раз пробовал стать мудрецом, постигать божественную мудрость, учить Тору, но у него не получалось. И он, значит, идет, он уже с овцами со своими, 40 лет ему, и он идет такой расстроенный, ну, не написано, что он был расстроен, это я добавил. И он шел, значит, и тут он увидел, как вода капает на камень, и она уже сделала дырку в камне. Он остановился и говорит, если вода сделала дырку в камне, так неужели мудрость Торы, божественная мудрость, которая как огонь и как вода, она не сделает дырку у меня в моей тупой голове? И он начал учиться, и начал он учиться, и через 40 лет стал самым великим мудрецом еврейского народа. Вот так, в 40 лет не поздно. Это знает любой еврейский школьник, знает эту вещь. Поэтому надо учиться, друзья. Тот, кто не учится, тот тупеет. И мы изучаем самую большую мудрость, которая только есть в мире. Это мудрость царя Соломона, Шлома Амеллах. Он получил эту мудрость прямо от Бога. То есть у него был такой Wi-Fi, в котором он присоединился к Богу и получил от него полностью устройство, как работает мир. И сообщил он нам в... Три книги дошли до нас в Торе царя Шломо. Одна книга, мы ее уже изучили, называется «Экклезиаст Коэлит». И на сайте ВАИКРа можно посмотреть все уроки по этой книге. Вторая книга называется «Мишли». Мы ее изучаем сейчас. И третья называется «Песнь песней». Широ Ширим. Мы ее изучать не будем, потому что там зашифрованы очень глубоко и очень таким вот шифром зашифрованы все тайны мироздания. А нам не надо знать тайны мироздания. Нам надо знать, как жить в этом мироздании. И вот мы сейчас находимся в 28 главе. 28 глава и 24 отрывок. Значит, 24 отрывок нам объясняет 23. В 23 было написано, что тот, кто увещевает человека, после найдет приятность в его глазах. То есть человек будет ему благодарен. В отличие от того, кто ему льстил. Что мы отсюда учим? Что если действительно человек, знающий, любящий, хорошо относящийся, кого-то увещевает, кому-то он говорит, люди, надо быть добрыми, надо быть умными, надо быть спокойными, надо понимать, что важно в жизни. Если человек увещевает другого, и тот второй услышал и справился, потом он всю жизнь благодарен тому, кто увещевал. А если кто-то льстил другому, льстил ему, льстил, что все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом он очень много потерял, значит, он будет ему неблагодарен. Это мы изучили. В 24 отрывок говорит царь Соломон следующее вещь. ГОЗЕЛА ВИВЕЙМО ВЕУМЕР ЭН ПЕША ХАВЕРУ ЛИИШ МАШХИТ Дословно переводится так. ГРАБИЩИЙ ПАПУ ИМАМУ И ГОВАРЯЩИЙ, НЕТУ ЗДЕСЬ ПРИСТУПЛЕНИЯ ХАВЕРУ, ДРУГ, ОН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УНИЧТОЖАЕТ ДРУГ, это как бы, он такой же, как человек, который уничтожает. Что это значит? Вот представьте ситуацию, о которой здесь говорится. Сын, он знает, где дома лежат деньги. Он берет эти деньги и забирает. Или он взял машину. Взял он машину без спроса, взял он машину отца. И разбил эту машину об стол. Прямо в стол въехал. Знаете, есть известная история, когда сын маме говорит, мама, что мне делать? Я взял машину у папы без спроса. Без спроса. Мать говорит, и разбил ее. Мать говорит, а отец уже знает? Сын говорит, да, я ему сказал. А что отец ответил? Сын говорит, тебе с матами передать или без матов? Мать говорит, конечно, без матов. Зачем мне с матами? Сын говорит, тогда он промолчал. Ничего не сказал. Разберем ситуацию. Значит, царь Соломон говорит, тот, кто грабит папу и маму. И ему кто-то говорит, нет, ты не сделал преступление. Ты не сделал преступление. Так царь Соломон говорит, что тот, кто ему так сказал, он как тот, кто портит, да, тот, кто уничтожает. Значит, что здесь есть? Вот смотрите. Кто-то такой адвокат, такой добрый человек, он подумает, а я в этой ситуации сейчас сыну наоборот помогу. Я ему скажу, смотри, ты ничего не украл. Все равно же после того, как папа и мама, не дай бог, умрут, то все твое. То есть, ты считай, у них ничего не ограбил, ты свое забрал. Это такой успокоитель. Да, он говорит, да ладно, не переживай, ничего плохого не сделал. И что? И то, что вот таким вот советом, это как уничтожить человека. Наоборот, надо ему сказать, как ты мог, ты сделал хуже всего, как можно у родителей там грабить, забирать и так далее. Понятно. Вообще, Тора очень большого внимания уделяет взаимоотношениям с родителями. Есть прямо в десяти заповедях написано про уважение к отцу и к матери. Причем интересно, в Торе, в пятикнижии, есть два раза, когда упоминается десять заповедей. Первый раз упоминается десять заповедей, когда рассказывается о даровании Торы в книге Шмот. И там, когда говорится десять заповедей, написано так, что Почитай папу и маму своих, чтобы продлились дни твои на земле. Понятно, да? Есть огромная разница, хороший вопрос, грабят или воруют, я чуть позже отвечу. Вот давайте, вначале я расскажу про родителей. Значит, в десяти заповедях есть заповедь, в одном месте написано Почитай отца и мать своих, в другом месте написано Бойся мать и отца своих. В чем разница между Почитай и Бойся? Почитай это когда ты им даешь еду, водичку, то есть ты им делаешь приятные разные вещи, приятные разные вещи, то есть ты им помогаешь, да, делаешь им приятно. Это Почитай называется. Бойся, бойся, это с ними нельзя спорить, надо их уважать, уважать их мнение, ни в коем случае не кричат на них там и так далее. То есть это два разных аспекта уважения к отцу и матери. Вот как мы видим, что Тора, она идет именно от Бога, что это истина, такая объективная, стопроцентная истина. Там, где написано Почитай, там идет отец на первом месте. Почитай отца и мать. Потому что человеку намного проще маме принести чаек, там, ну, мама как бы, мама в человека вкладывает, и он потом маме, ему легко ее почитать, сделать ей приятно. Отцу как бы вот эти все нежности не так легко. Бойся, наоборот написано, мать и отца. То есть отца человек как-то инстинктивно боится, да? То есть он не хочет с ним спорить, потому что отец ответить может. А мать с ней легче спорить. Так Бог поставил мать тут на первое место. Понятно, да? Теперь, в чем разница между Гозель, между грабит и между ворует? Здесь написано, грабящий у отца и у матери, и тот, кто ему говорит. Тут, в принципе, написано в основном про того, кто покрывает его поступок. Тот, кто ему говорит, что ты ничего плохого не сделал, тот его уничтожает. Тут об этом именно главный смысл. Но разница между грабить и воровать, воровать это в тайне, брать чужое имущество в тайне, грабить это в открытую. Теперь грабить это, когда ты приходишь и берешь, забираешь. Воровать это, когда ты тайно взял, никто не видел. Понятно? Здесь речь идет о грабящей, то есть речь идет о высокой наглости человека, когда он забирает в открытую у папы и мамы. И говорит, тот, кто ему говорит, нет в этом греха, тот с ним приравнивается в преступлении, и он его провоцирует на преступление еще большее. Понятно, да? То есть здесь мы, давайте переведем это на простой язык, что делать. Первое, что мы отсюда узнали, почитать родителей, уважать родителей, не спорить с родителями. Это как бы нам напомнил царь Соломон. Второе, нельзя у родителей забирать, даже думая, что это потом будет принадлежать тебе. То есть на данный момент все принадлежит родителям. Третье, тот, кто покрывает такие поступки, он уничтожает того человека, которого он покрывает. И мы знаем очень много, вот я лично видел своими глазами. Сейчас, кстати, интересно, я психолог, ну я работаю как психолог, как коуч, и ко мне обращается очень много людей, которые добились большого успеха в жизни, финансового успеха, такого социального успеха. И у большинства из них есть запрос, конкретный запрос. Они приходят и говорят, я всю жизнь стремился к успеху, я столько заработал, что очень много. У меня проблема. Какая проблема? Дети. Проблема дети. Представляете? То есть у большинства людей, которые посвятили свою жизнь достижению социального успеха, они это сделали за счет того, что мало внимания уделяли воспитанию детей. Или уделяли внимание совсем неправильно, откупаясь от них какими-то подарками. То есть они полностью испортили жизнь своим детям, потому что дети не научились сами. Ну то есть они не сумели построить воспитание. Это их главный запрос. И здесь есть на это большой намек. Потому что когда вот такого вот ребенка, золотая молодежь, да, их называют, когда что бы он ни сделал, ему говорят, все нормально, все нормально, все нормально, молодец, все нормально и так далее, в этот момент его портят, его уничтожают. Все, кто ему говорят, что ты ведешь себя правильно там, где он вел себя неправильно, в этот момент те люди, которые ему льстят, они его уничтожают. Это то, что мы поняли из 24-го отрывка. Теперь дальше. 25-й отрывок. 25-й отрывок тоже касается, вообще царь Шлумо, он очень практичный. То есть он в книге Мишлей притчи дал полностью духовные законы, как вести себя в ежедневной жизни. И говорит он следующую вещь. 25-й отрывок. Рахав Нефеш Игорем Адон. Тот, у кого широкая душа, сейчас я объясню, что такое широкая душа, Игорем Адон, он разжигает суды, разжигает ссоры. Убутеах Аляшем и душан. И тот, кто уверен в Боге, что Бог ему даст все, что ему нужно, и душан у него будет, и душан это как тучность, тучность. Раньше было такое слово, о, типа, женщина красивая пошла. А как ты определил, что она красивая? Она тучная. Тучная, да? Что значит тучная? Ну, как корова тучная. Какая корова красивая? Худая или полная? Полная корова красивая. А женщина какая красивая? Раньше считалось, что полная женщина, у которой молоко такое в теле. И это было слово, определяющее красоту. Какой это человек? Тучный. Да, так вот здесь это используется, старое это слово, что широкая душа у человека, когда сейчас узнаем, что такое широкая душа, она разжигает ссоры. А тот, кто бутеах Аляшем, тот, кто полагается на Бога, он будет тучным. Значит, что это значит? Давайте переведем. Широкая душа. Значит, у человека есть вообще три души. Внутри душа состоит из трех составляющих. Как в компьютере. Вы знаете, интересно, что в компьютере есть один язык программирования, который связан с железом, с кнопочками. То есть, этот язык программирования, да, он как будто бы оживляет железо. Вот он связан с этими кнопочками. Представляете, ты жмешь на кнопочку на компьютере, и этот сигнал каким-то образом становится понятен компьютеру. Твои пальцы, тыканья пальцами, становятся, переводятся в компьютерный язык. И у человека точно так же. Есть нефиш, это животная душа, это его инстинктивная душа внутри, которая оживляет тело. Есть, и эта нефиш, она животная, она так и называется, животная душа. Она идентична у людей и у животных. То есть, это инстинктивная душа. Животные тоже абсолютно не умеют разговаривать, но как-то они и выживают, и жениться могут, и там какие-то у них отношения есть, детей выращивают. То есть, абсолютно без слов, без институтов, без школ. Но это вот животная душа, она такая инстинктивная. И дальше есть у человека намерение. Это руах называется, это его желание, направление, намерение, куда он намеревается двигаться. И животная душа, она потом выполняет его намерение. Есть у человека божественная душа. Божественная душа это божественный свет, который входит в, вот как бы через этот божественный свет, заходит в человека то, что его делает человеком. И к божественной душе относятся интеллект, слова и так далее. Теперь, значит, получается интересная вещь. Тот, у кого широкая животная душа. А что человека побуждает делать животная душа? То, что делают животные. Животные, они хотят кушать, все, что можно съесть, они хотят съесть. Животные, они, значит, хотят размножаться. То есть, они как бы бесконтрольно хотят размножаться. То есть, если можно поразмножаться, животное, что оно думает? Так, что ему может остановить? И животные, они очень, они хотят захватывать территорию. Все, что можно захватить, они захватывают. И вот эти качества в человеке, они как раз идут от животных. То есть, захватить максимум, что ты можешь схватить, а что не можешь схватить, понадкусывать. Знаете, есть такая, что не съем, так понадкусываю, чтобы только себе. Это чисто животное чувство, качество. Значит, забрать все, что красиво, все, что шевелится, забрать себе и чтобы у тебя было больше, чем у других. Это все животные проявления в человеке. И алчность, да, тоже это животное. Забрать больше, чем тебе нужно. И написано, что 25 отрывок говорит нам царь Соломон. Тот, у кого широкая вот эта животная душа, он все время будет разжигать ссору. Как он будет разжигать ссору? Он будет разжигать ссору с людьми, потому что, когда вокруг животные стаи, они всегда воюют, у них всегда какие-то битвы между собой. То есть, он будет бороться с другими животными дальше. И если у человека очень сильный, он алчный, ему все мало, 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 он все время будет в претензии к Богу, что Бог ему не додает. То есть, он все время будет в конфликте с людьми и в конфликте с Богом. И это будет выражаться в ссорах, да. То есть, вот эта его алчность, его желание все забрать, оно пробуждает ссорой и конфликты. Теперь, убутех аляшем, тот, кто полагается на Бога. Что значит полагается на Бога? Это человек, который принимает и благодарен Богу за то, что у него есть. Он воспринимает жизнь как подарок от Бога, изначальный подарок. То есть, у него то, что есть, он уже утром просыпается и говорит, Господи, как вообще, какой кайф, я могу видеть, я могу дышать. У меня есть руть, у меня есть ноги, я могу выпить кофе, слава Богу, вообще кофе и так далее. И получается, что такой человек, который полагается на Бога, то есть, он знает, что Бог его обеспечивал, обеспечивал его родители, обеспечивал его дедушек, обеспечивал сотни поколений назад. И он является просто победителем в этой лотерее жизни. И он настолько благодарен Богу и настолько уверен в Боге, что он перестает волноваться. А если он перестает волноваться, то, конечно, он становится тучным. Он становится как тучка. Он радостный, он счастливый, он веселый, он благодарный, у него жизнь праздник, да? А тот, кто идет на поводу своих животных инстинктов, ему всегда мало, всегда ему не хватает, всегда у него тому дали больше, и тому дали больше, и тому дали больше, всем дали больше, понятно? Все. Это мы, значит, 24-25 отрывок мы изучили. Те, кто хотят посмотреть все предыдущие отрывки, это, может, 28 глава уже в конце Мишли, могут зайти на сайт vaikra.com. Vaikra – это переводится «возвал». Всевышний «возвал» – это название третьей книги в Торе. Называют ее в крестьянской Библии, ее называют «книга левитов», потому что там законы для колена леви, которые служили в храме. Но она называется в оригинале «vaikra» – «ивозвал», потому что Бог взывает. Раньше Он взывал через храм, были пророки, сейчас Он взывает каждому из нас через события жизни. И вот мы реально находимся в чудесном этапе человеческой истории, и кто это не в состоянии заметить, тому плохо. Кто в состоянии заметить, тот будет тучным. Все. Всем хорошего, прекрасного дня, полного божественного, великого смысла. Увидьте, что Бог, Он везде, Он обращается к каждому из нас. И просто нужно заметить, если вы все время сравниваете, что бы вы хотели. Знаете, как человек живет обычно? Он живет так. Типа, если бы я был Богом, я бы дал мне больше. Я бы дал мне больше, лучше, сильнее, веселее. Но что это Бог не додает вообще? Что? И обычный человек, он все время в таком вот неудовольствии. А человек верующий, он говорит, Всевышний, вообще спасибо тебе, ты мне дал лучшее из того, что я заслужил. И спасибо тебе, я постараюсь, конечно, исправить, буду выполнять твои заповеди. И надеюсь, что ты мне дашь еще больше, еще лучше. Но мне и так хорошо. И он будет тучным. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Пока. Так. Фейсбук завис. Завис фейсбук. Почему-то не выключается. Сейчас. Не выключается фейсбук. Все, всем хорошего дня. Не хочет фейсбук выключаться, но мы его выключим. Все. Всем хорошего, прекрасного дня. Почему же он у меня не выключается? Завершить, завершить. Просто выключить.